Сегодня 10 июня, начинается загрузка. Это вот наша газелька прошла на хороший путь с нами, на благовестие. Мы были в Владивостоке на ней, проехали все районы до китайской границы, находка, порт. Ну а далее несколько раз до Москвы, а потом три раза в Чечню побыли, прошли Дагестан. Дагестан, шесть мусульманских республик, выехали в Европу дважды и прошли до Лиссабона, до Атлантического океана. Никто не верил, что эта газель пройдет, ну а потом пошли на Скандинавию, а потом прошпиговали Прибалтику и уши на север. Вот так, вот сейчас грузятся продукты, добрые люди помогли. Это дети у меня такие слабенькие, родителей ничего нет. Это Виктор Николаевич, бессменный, старший воспитатель детского православного лагеря Стана в поселке Потеряевка. С 14 лет было или 13? Он разбился со счета. А? С 97-го. С 97-го? С 18 лет. Вот так. О, тут подходят. Кто с нами поедет. А это Ваня Дробыт берет с собой собачку. Я взял книжки, по которым учить он будет, чтобы интересно было. Вот так. Газель наша подвела нас в Швеции были. Ульяновский завод не ту шестеренку дал в мотор. И волоком тащили в Калининград, а потом уже на родину, в Нижний Новгород. И там нас с распростертыми объятиями приняли, ремонтировали бесплатно, хормили, фотографировали. Не верили, что их газель там была. Перед нашей газелью в Австралии становились на колени. Фотографировали и говорили, газель, Россия, Путин. Газель и Путин вообще шикарно. Ну вот столько у нас тут нынче. Видите, всякие печенья, масло. Вот ребята выносят. Вот здесь компоту всякого накопили. Ну то есть кормить уже фактически есть чем. Это Сергей Павлович Пупков. Шопер пригнал машину. Машина будет к посадке. Особая такая газель. Вот так. Ну вот это наша машина. Газелька. Показать ее номер. Тайны никакой. Нету известная машина на весь мир. Вот отечественная. Мы зарубежными не пользуемся. Прошло. Братья трудятся. А зачем же мы ездили? У меня вышло из печати 38 книг. Я задался целью во всей библиотеке мира отвезти. И видели книги в библиотеке Путина. Книги не просто, а книги животворящие. Если в заключение попало, считай, человек другой, говорит, стал. Вот видите, сколько тут всяких мелочей понавезли. Это все благодетели российские. Говорят, Россия только хватает. Это неправда. Неправда. Вот я был начальник детского лагеря без помощи государства. 45 лет. Ну, случилось так, что Роспотребнадзор не захотел, чтобы мы жили. Витя, ты не забывай это стол и другое ставить. Поднимай пока выше. Если можно. Витя правоварный. Учитель потеряешься. Прощается. Вот у нее, она мать, у нее шестеро ребятишек. У нее уже два года у меня там. Пятого, шестого не было. Сейчас шестеро. Это бесплатно имеется. Вот эти вот 8 лет уже, девятый год бесплатно. Четыре ребенка. Государство никак. В любом государстве я бы рядом с президентом сидел. Тысячи детей без помощи государства. Да какие? Наши дети никогда не попадают под дедовщину. Вот у нас кто есть заканчивает. Медицинские, юридические. Все с красными дипломами. Государству такие люди не нужны. Ну, посчитай, задавили нас в прошлом году. Подали в суд, что они сходятся. А эмаль отбита была у крышки. Упала крышка. Не та разделочная доска. Ну, смешно. В степи, главное, колодец выкопан. Прекрасная вода. Артельянская, считай. Нет, говорит, она должна быть по уставу проточная. Я говорю, да где же ее проточную взять? А вы, говорит, на крышу поставьте. Чтобы бащу стекло 2 метра. Говорю, дурдом надо проверять-то вас. Понабрали. 110 тысяч человек в Роспотребнадзоре. Тысячи лагерей закрыли. Штрафы по полтора почти миллиона. Миллион и полтора. Задавили все. Тысячи. Вон еще приехали. О, машет. О, они готовы к делу. Сейчас еще увидите, красавец наш. Это интересно все. Вот сейчас еще люди подходят. Надо веревку, сахар завязать. Давайте. Да, сахар-то зачем эти полы? Ты верни назад. Это тем, кому шибко надо, возьмут отсюда. Я их предупредил, благодетели, что обслуга тоже питается отсюда. Что еще грузить? Что еще грузить? Ну, вот это вот мешки, мешок вон, мешки простые. Складывайте вот эту мелочь. Виктор, приготовь для мелочи там место. Ну, кого мы видим? Это чай-выводок такой. Сашенька, здорово, мыли. Спасибо, Христос. Смирно. Спасибо, Христос. Все, давайте, заходите. Может, Надежда Васильевна. О, клиенты какие. Вот эта девочка 96 наград имеет по музыкальным. Первые места все время занимает. Представь себя, у меня вешать некуда их. Первый мест, не крайне потом. Ну, это, конечно, играет классика там все. Славное такое. Идите сюда. Так, давайте быстренько складывайте, помогайте. Девочки, идите в мешки берите и складывайте продукты. Вон, которые там, маленькие такие. Они еще растыпятся. Что там такое? А вот эти, тащи ящики. Виктор Николаевич, принимай. Один предприниматель мне без рук позвонил. Что-то помочь надо. Я говорю, да ты что, сам-то разорился. Ну, пряников. Он мне пряников тут же привез. Россия славится добрыми людьми. Так что Запад пускай не ропчет на Россию. Умеет только брать. Ничуть не бывало. Умеет и давать. Можно отдождик распутаться? Я свидетель. Во. Это наша клиентура. А советы когда приедут? Ой, я не знаю. У нас много дел дома. Как мы со своими делами разберемся. Теперь мы в домах. Не просто так. Они нас... Роспотребнадзор-то на большее. И что интересно. Роспотребнадзор подали в суд. И чудо бы божье случилось. Суд не пошел на них. Не дали ничего. Отменили. Потому что лагерь на 19 лет раньше общины возник. Они хотели сгладить с нас. Минимум 50 или 20 тысяч. Им ни рубля не дали. Ох, обижались они. 110 тысяч. Я буду делать, что-то сайс-поездом. 10. Это 10 дивизий. Работают на то, чтобы закрывать предприятие. Они нужны смотреть, чтобы днилье не продавали. Так, давайте. Так, может, и не надо сложить? Сложите. Ну, давайте. Видишь, что все нынче? Вот так. Всего два мальчика. Ну, ладно. Дальше все. Сейчас я ушел. Вот тут еще помощники наши приехали. Новокузнец помогает добровольными волонтерами. Тащите. Так, все. Открывай. А вот в салон. Сюда. Слушай, он говорит туда вроде бы. В салон. Ну, ладно. Все, второй мешок войдет, нет? Галя, второй мешок войдет, нет? Да, войдет, войдет. Давайте, тащите. Берите коробки. Помогайте, кто может. Переносите. Вон масло справа к коробке. Проносите к ней. Да, это у нее несут. Вот, большие. Внизу, которые. Под ногами. Под ногами бери. Не-не-не. Да-да-да. Давайте, растительное масло. Командуй, Галя, загрузи как следует. Вы что, раз вводишь, да? Я бы, теперь вводил. Сейчас фрукты разные, там набивать надо. Мяса тоже нет. Давай. Все, это грузим? Вон тебе, вон масло бери. Вот этот соль возьми. Э, забери. Саша, вот эти два ящика дай. Вот от третьих. Вот видите, как все делается. Я запущен уже. Не просто все. Что такое там? Так, еще что-то. Господи, благослови. Сегодня 10 июня. У меня день рождения. Молитесь. Господи, благослови. Попроси, Игорь, благословения. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Многомилостивый Господи, благодарим Тебя. Как некогда спутешествовал Ты Лукей и Клеопий, так спутешествуй братьям нашим. Брату нашему Игнатию, чадам нашим. И тем людям, которые едут туда насельниками. И будут, Господи, верными Тебе служителями в деле воспитания чад наших. Помоги многим милостивом, Господи, добраться и всем этим каретам. Даруй, Господи, и нам всем остаться здесь в мире. И с верой на надежду воскресенье жизнь вечную окончить дни свои. Тебе слава за все, Отец и на святой дух. Аминь. Поднимитесь с воздеянием рук. Попросите Бога милости. Призови на молитву, Игорь. Многомилостивый Господи, прими воздеяние рук наших, как жертву благоугодную. Что хотели? Помоги, спаси, помилуй. С миром. Как некогда через апостола возвести. Все, отошли, отошли. Спаси Христос, благодарим за все. Творцу возносим мы чистые руки, без гнилых сомнений. Помоги, многомилостивый Господи. Погромче. Призыв Твой. И всем, кто будет слышать от нас благую весть, от слов Твоих. Слава Тебе, Творец, отец, сын и святой. Так, сейчас я буду кошку брать, и мы поедем, выйдем. Приехали. Потеряю. Ну, что тут окна? А, Володя снимает. Я думал, никто не снимает. Ну, ладно, тогда снимай там Даша. О, ты чей такой? Мамень. А этот, а чей? Это наш. Ваш. Оттуда бы я знал. Да, да, да. Слава Богу. Ну, давайте. Все. Так, и пока на пол. Вон туда в уголок. Воня, с дороги-то убери. Ну, давайте распечатывайте себе. Ой, как тут у них. Вон оно все. Мне нравится. Пожалуйста, все девочкам только. Классно. А тут столы. А на столах-то всего. Ой-ой-ой. А тут-то русская печь. Да где это такое? Сейчас курсы открывайте, чтобы научились-то они сами без тебя делать. Я тебя заберу на пруды. И мне нужен там. Вот так. Так, это Владимир Пащенко снимает. Главный оператор. Иди там, снимай. Ну-ка. О! Все, давайте работать, да? Давайте, давайте. Пожалуйста. Видите, смотрите, одной рукой. Старается навозить. Да по три-то не надо брать, порвешь их. А уронишь. Ходите. Ну, тряпки-то эти, зачем они здесь? Их убрать надо. Хоть как-то маленько бы тряпки-то эти поднять. Свободно, заходите. Одна мапочка. Ну и еще. Это лучше, чем в шалашах? Да. Мой-мой-мой-мой-мой-мой. О, это какие занятия будут за сети. Видишь, как Господь сделал нам? Да, картинки. Да. Ты знаешь, кто играет у нас здесь хорошо? Вот эти сестры наши. Да. Они будут ищить вас. А это шторочки сделаны. На окно посмотреть. Ага, вон. Наш сыновейщик, видать. Приходи, Коля. Не поедешь ничего. О, тут все вычистили. Ничего ничего нету. Это не твои, сынок. Сейчас отдам твои вещи. Давай. Мы-то где будем жить? Здесь или там? Пока здесь. Сейчас только все занести надо, разгрузить, а потом дальше будет время свое коротать. А тут? Лина. Это Никитин дом сбоку. Давайте. А это соль-то есть. Соль есть еще будем. Засолим все. Рыбу солить будем. Ловить. Пока все не съедим. А ты на рыбалку будем ходить? Обязательно. Руки сюда сколько? Один. Это скромно. Будете петь, что-то поможет. Ну-ка. О, это я наружу вывалился. Все у них тут. Посмотреть мне интересно. Склад-то что убирает? Вот из лагеря привезли на 10 рожков. 10 рожков? Нас теперь не найдешь тут. Ого-го. Ну, что-то сборно. Что-то сборно. Так, говори. Нам надо еще. Говори. Никого и нету. Тут у меня голуби. Голуби. Так, сейчас пойду сначала посмотрю здесь. Ага. Ну, здесь закрыто все. Баня. Машины. Гараж. Что-то Калашниковы были. Замечательные люди. Все умели делать. Говори. Кто это? Кто это? Кто это? Не пойму. Рахиль. О-о-о. Спаси Христос. Ну, мы только что приехали. Только что заехали. Сейчас вот разгружаемся. Дождик идет. И мы разгружаемся. Из Барнула приехали в Потеряевку. Ну, ладно тогда. Завтра перезвоните. Тут я на дожде стою. Все. С Богом. Витя, это Володя. Володя! Так. Я полез туда. На-ка, держи-ка. Ну, чтобы дождь не попал. Ага. Проверить, как у меня голуби. Между прочим. А уже голуби. Это что? Кто-то рвал голубей еще? Не знаю. Это я первый раз вижу это. Ну, это перья не выпали. А вырванные. А где голуби? А они все на первой голубятне. А что так? Вот только один какой-то, вон черный летает. Я не знаю. А и белый вон какой-то сидит тоже. Интересно. Почему-то перелетели. Сперва часть перелетела, а потом и последний. Сюда сава залетала, они бы не улетели. А раз тебя туда забились, у них... Вон он белый сидит. Это надо оттуда их переносить сюда. Всех арестовать и сюда заключить. Ну все, нету оказывается, а тут смотреть нечего. Ну ладно. А я думал, что за причина, почему они улетели? Ночью сегодня можно перенести сюда. Узнать, какие гнезда не слили. И закрыть туда вход. И так не годится. В одну хату забили с девчонки и мальчишки. Ну да, у них там... Вот это наполнить надо будет из тех, которые у нас там лежат. Ну все тогда, ладно. Давай, закричай. Вот я-то не нарвался, что пусто здесь. Сегодня 10 июня 2017 года. Вот тут петушки какие красивые. Приехали мы в Потеряевку. Привезли с собой гостей. Гости отовсюду, с разных регионов. Гости знакомые. Мальчиков приглашает. Один человек, девочки другие. Там поставлены старшие. Завезли продуктов в волю. Видите, Никита тут доски готовит что-то делать. Неужели это все Никита? Даже не верится. А это вот такое дело. Трава сухая. Я сказал ее сделать так, чтобы садить можно было что-то. Туалеты. Ну и идем дальше. Вон она где. Ох, Ванина собачка здесь. Я не знаю, по куда заходить тут. Заходим. Так. Здесь у меня камень еще нет. Здесь заходим. Ага, так. Ты ногами-то зачем на кровать залазишь-то? Это совсем не годится никуда. Да разве-то можно? Как же ты за место ногами-то? Да разве же можно? Убери сейчас чем-то. Смотри грязь эту. Как ноги поставила? Здравствуйте, Игнат Тихонович. Так, здесь у нас на 8 человек, да? Да. Все, распределяйтесь. Внизу ложатся только маленькие. Нет, Игнат Тихонович, на 10. Тут 5 кроватей, там 5 кроватей. Что, по 5? Да. Значит, внизу маленькие ложатся. Ваня, ты старший здесь. Ага. Наблюдать за порядком. Легли спать, не одного слова. У нас строгие порядки здесь. Да, да. Вечером обязательно, чтобы все на двор сходили. Понял. Пока вечером уже не пить воды, чтобы не было какой-то неприятности. Так, тогда знаете что? Как вас звать-то? Марина. Марина, значит, займись ними, определяй здесь. То есть патронируй над этой комнатой. Все, все вещи, куда положить, где что. Это, Игнат Тихонович, давайте мы сначала покушаем, потом придем здесь все сделаем. Сначала распорядитель, бросьте, и пойдем обедать. Хорошо, что здесь. Слово кушать у нас нету, кушать это означает пробовать. Так, смотрите, тут правда низковато где-то, как же им сделать? А мы, может быть, это самое. Я думаю, здесь сделать так, Галя. Да. Здесь подмести, вымыть, положить газеты или что, и обувь положить с этой стороны вот здесь вот. Вот эти коврики положим здесь. Ну, если ходить будут обуши... Босиком, нет, нет, босиком будут. Вот за эту грошу в обуши никто не заходил. Слышите, Ваня. Ваня, вот сюда, дальше, в обуши, чтобы ни один не заходил, возят разуваться. Только так мы можем сохранить. А тут этот туберкулез вырезанный не надо заводить. Да, да, да. Тут света-то у них нету или есть? О, тут свет. Давайте. Галя, ты здесь старший над этим домом будешь держать, а вы держитесь за ней. Хорошо. Она будет подсказывать, вы не знаете, учи ее, чтобы она потом могла взять это на себя. Хорошо. Где-то положить вот здесь вот надо. Ну, ладно. Давайте. Маленько раскиньте все, выключите свет и идемте обедать. Вот, столы они, пускай. Печь отремонтировали. Плита. Ну, начиная сейчас жить. Еще стол. Гостей любят. А, скамейки какие! Ой-ой-ой. Скамейки. До света у них есть или нет? Не знаю. Новое здесь обланирование. Вот так, ну-ка. О! Свет, это комната запасная. Запасная. Так, подождите-ка. А где здесь выключатель? Узнай, где выключатель. Детичь выключатель. А, вот, нашел. Нашел, вот он где, смотри. Вот, пошли, выключили. Вот оно все здесь. Нормально. Смотри, где тумбочка твоя золи. Так, здесь подмести, чтобы туда застелить бумагой или чем, туда, чтобы ни один воняк. Чтобы обувь, дальше этой грани никто не заходил. Обувь прозвался, перешел вот здесь потихоньку туда и там. Сейчас там красота какая-то. Ну, все, Гадь, хорошо? Да. Ну, еще бы обдумано как. Это мы в шалашах были когда-то. А это наши русские люди. Тут у нее все не убрано еще. Только идет уборка. Большой подвал. Ну, тут все поменялось у них. Сейчас я пока ничего нет. Так, это. Кто обувь и кто хотел бы посмотреть голубей, которые здесь? Да-да. Голубей, кто хотел бы посмотреть? А, Буш, идите сюда, в этой комнате. Давай, одевайте. Пойдемте. Мы сейчас посмотрим и придем. Галя возьмет этот документ. Какой? А вот Ваня принес. Вот. И потом мне отдашь. Давайте. Вот так держаться за лестницу. Не упали, чтобы... Смотрите, какая лестница хорошая. Что-то у них здесь пшеница. Пшеница это доступно здесь. Так, ну-ка. Ну-ка, давайте посмотрим. О-о-о. Вот они мои где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмого не вижу где-то. Ну, здесь они все. Раз, два, три, четыре. Может быть... А, вон он, внизу сидит. Внизу. Нынче падеж большой был у молодняка. А здесь все сто процентов сохранились. Видали? Посмотри, как там. Вон они. Загляни туда. Вон они, голуби, сидят где. А вон вверху сидит голубок. И под низом он, под этой, под кормушкой. Да. Наклонись туда, посмотри. Это молоденькие. Ну, все. Давайте, закрывайте на крючок. Ну-ка, закрой. Закрой вверху крючок. Вот здесь найди его крючок. Ну-ну, закрывай. Вот. Нащупай его. Вот он крючок. Надень его. Надень. Куда его надеть? Сюда. Давай. Теперь вот этот надевай. Надевай вот туда вот эту проткни. Ну-ну, надевай прямо. Да ты выше положил. Ты же надо на нее надеть-то. А кого ты делаешь-то? Вот, значит, городские ребята. Вот туда проткни, чтобы она прошла, повисла. Ой. А ну-ка, давайте сюда посмотрим. Но тут еще не готово. О! А что здесь? Смотри, тут что есть. Тут балкон большой. О, дрова. Вон там. А вон, смотрите, какие у них там страусы ходят. Видите, нет? Видишь? Вон у них пошли. Какие большие. Ой. В виде какие. Видите? Хорошо видно? Да. Вон они. Вот какой музей тут мы нашли. А тут пчелы будут. Там он далеке, видать, железная дорога, линия. Вон он, под которой мы ехали. А, я тоже по Лени ехала. Вот так. Ласточки. Вот, вон машина стоит. Баба Галина. Она с Новокузнецкой приехала. С Новокузнецкой я в Новокузнецкой. Где она что-то я не нащупаю? А, вот она машина. Вот она там. Возится, что-то находится. Ну все, это да. А почему у них тут не закрыто? Надо узнать. Наверное, тут где-то ласточинное гнездо. Если ради ласточек они это сделали. А ну-ка, подождите. Если только ласточек здесь нету, то надо закрыть. Нигде ничего нету вроде бы. Никаких ласточек. Надо закрыть. Давай, закрой. Возьми палочку оттуда. Вытащи. И дверь захлопни. Держись крепче. Палочку убирай. Она подпирает. Затащи ее сюда. Вот так. Давай, закрывай. О, тут мы можем принять еще человек 20. Не меньше. Отдыхающие. Отдыхают летом, где люди. Это не детские лагеря. Детского лагеря нету. И уже никогда его, может, не будет. Нет, этот дом. Пока эта власть преследует бедных. Нет, он нравится больше, чем тут. Грабит их. Мы их тут еще не можем сделать. Ну, все, хлопцы, пошли. Это я просто так поясняю. Теперь вот мы слазить будем. Держитесь рукой за перила. Вот я слажу. Держись. Вот сзади вот это вот. Держись за эту. Вот, рукой. 13 ступеней. Или какие ступеньки хорошие? Во. Давайте. Держись крепче. Не торопись. Не торопись. Хлопчики у меня ловкие какие. Мы закрыли там гаранду. Там ласточки есть вверху. Я сказал, там подмести у них, и чтобы они дальше это не захотели. Ваня знает. А ты где спишь? Там же с ними вместе? Ну, пожалуй, да. Ну, все, так как раньше было. Пойдем. Снаружи все время закрывай. Пойдемте пообедаем. Так, вот здесь вот открыто у них. Это плохо. Вот сюда палку надо затолкать. Сейчас я скажу. Никита! А ну-ка лопату возьми. Лопату. Принеси сюда. Да. Надо закрыть. Она не войдет, наверное, сюда. Вот палочка какая-то. Конечно, не войдет. Ну, кто дернет, закрыто. Все, сделали. Хорошо, лопату положи на место. Где она была? Лопату положи туда. Пойдемте обедать. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Давай, открывай. А вот посмотри, тут Ваня привез собачку. И она лает уже. Уже охраняет. Где она? Ой, молодец какой хороший. Ну, он какой хорошенький. Он без хозяина-то может бояться. Он лает? Молодец, пошли. К нему не подходите. Да. Это чужая собачка. Шарик добрее. А где у тебя фуражка? Надо всегда на голове надеть, чтобы был прибор. Вот туалеты, куда ходить будете. Видите туалеты? Вот. Вот туалеты ходить. Вот. Во, смотри. Вот два туалета стоят. А я еще там сидю. Туалеты туда не ходить. Там девочки ходят. А мальчики только здесь. Вы здесь будете ночевать. Ну, у нас тут мало пока. Шарик добрее. Пойдемте посмотрим. Все? Прошли? Пойдемте. Володя, отвез тебя мальчика. Давайте на обед и готовь. Ну, все. Все готово вроде бы, да? Потом вас отведем. Это Кеосифу, вот тут у Пару. А, Кеосиф? Тот дом. А, ну все понял. Я тоже с ними пойду. И там надо все заснять, приготовить. Чего? Этого стола хватит там или не хватит? Не хватит. Не хватит. Давай туда туда? Давай туда, пусть несут. Так, этого стола нам сегодня не хватит, наверное, да? Маленький, конечно. Давайте вон туда. Что ты хотела вам, Владе, показать? На тот стол. Да, я услышала. Мы видели, шкафы уже там. Шторки не открывать. Приучитесь со шторками быть. Я им только пользуюсь. Вот так. Ладно, не сейчас. Ну, тут это столы, да, для обеда. А где скамейки? Для занятий, для обеда. А скамейки где? Вон стояло. Только с той стороны? Да. А с этой? С этой Митя не стал делать, он говорит, пока только с одной стороны. Ну, давайте. Подождите, пусть с одной. Это надо потом сделать будет. Как он сделал, точно так же сделать. И еще передавайте. А обязательно с двух сторон надо, обязательно. Все, давайте, носите. Там маленький стол, а здесь большой. Ну, может сюда там есть? Да, нет, вот так. Вот, калибор, она не будет. Нет, нет, она больше. Большой. Нигде не разувается, только в спальне разувается. И там, где настелено. И там так же точно. Идет, первая кровать начинается, дальше уже не заходить. Что-то настелить надо. Взять материю, здесь разувается, дальше заходят. Так, Володя, смотри, вот это еще вот эти мелкие. А, вот это что там лежит? Ну-ка возьми. Манка. Манка, это. Значит, тут мыши бегают. Нужно здесь кошку приучить. Ну, какую взять-то лучше? Может, рыжку сюда завозь? Можно рыжку, она самая. Но она катится скоро. А, катится. Декретный, вот тут. Это, куда внести, надо все. Твоя кровать должна быть свободна. Ты находишься здесь, закрываешься, ночью туда хода нет. Ну, мне еще надо дверь сделать. Ну, сделать. Сделать самую простую, деревянную. Ой, Коля, вот сюда вешать, я сейчас вяжу. Так, вот, вон, вон сразу. Месяц. Так, все, давайте, накрывайте стол. Спасибо, Кожи. Что? Так, горячее. Так, Никита, ты свободен? Вот этот мешок, быстренько возьми его. Понимаете? Вот, 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 вот. Отнеси его туда, около моей кровати, поставь. Так, вот это узнать надо, что такое, Володя? Что это такое? Крахмал, что ли? А, кисель. Кисель. Значит, все куда-то определить. Ласточка. А куда определить, сам найдешь. А. О, Володя, да как тут ласточка оказалась? Ну, как она здесь и была. А как она будет вылетать? Вот, вон. А, значит, ласточка здесь. А у Володого? У Никиты там ласточка-то не живет наверху? Я не видел. Я взял, закрыл дверь там. Здесь две ласточки. Он там через предваник залетает. Там, наверное, тоже ласточки. Ну, ладно. Не трогать, чтобы никто не подходил. Да, запомните. Даже не смотрел. Марина, это Каша. Надо всяческих птиц привлекать сюда. Здесь ласточки на гнезда. Никогда не подходить близко. Даже смотреть не надо. Издалека посмотрел, и все. Девушка старшая, смотрите, чтобы классить, как дети не делали. Нужно будет нам сделать здесь наши подставки для кепок. А то у нас в лагере на забор вешали кепку, когда ищили столовой здесь. Ну, ладно. Так что ты говоришь о том, куда одежда девать? Нет, куда. Кепки. Ну, это сделают. Сегодня нет ничего у нас. Вон, пока положи на это, на шкаф. Возьми кепку-то. На шкаф. А это все именно отпузырилось. Ее надо или снимать или... Ну, я думаю, снимать надо. Может быть, разрезать вот так вот как-то ее. Откуда клею подсунуть и заклеить, и все. Не знаю. Она же целая, смотри какая. Она отпала, потому что у них на побелку было сделано. Почему? На побелку было сделано, вот почему отпала. Надо было побелку убрать. Ну, ладно, все тогда. Этих нету еще. Мы не знаем, как дело пойдет. Но сегодня 10 июня 2017 года, суббота, только что заезд произошел. Так. Вот за Володей, Галя, уже тебя не видно. Ну, сами себя видите, что вас не видно. Вот. Мальчики, это приехали к Никите Андреевичу. Вы у него будете. У нас остальные находятся девочки здесь. У нас запасных еще три места. Если кто-то приедет в других домах. Работа очень большая была проделана. Приезжие люди были. Итак, первая молитва совершается здесь. Я сказал, иконостас, все на восточную сторону. Молитесь. Кто совершит молитву? Володя Старший. Давай, молись. Громче. Начинаете ему поклоны делать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущный небесарь, да светится имя Твое, да приятцарство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И во Твое царство силы и славы вовеки. Аминь. Благосты наш, любящий Господь, и освети сию пищу. Дай ей принять чувство благодарности. Тебе за все хвала, честь, поклонение Отец, Сын и Святой Духа. Аминь. Все, распределяйтеезде. Мальчики около стенки, девочки с этой стороны. Спокойно. Первый раз обедают люди. На ту сторону становитесь. Девочки, садитесь только за тот стол. Если не войдете, тогда сюда сядете. Мальчики, садитесь туда. Все-таки надо было за скамейкой, одной плохо. Ну да. Но я ему говорю, он говорит, так пойдет. Ну мало. Мало что он говорит. Он говорит, и все равно не по его. Ваши говорения ничего не дают. Не, можно с кухни принести. Там еще есть лапки. Мы принесли. Так, ничего не трогать, пока не благословят. Ничего не трогать. Садитесь. Садитесь. Вот смотрите. Этот стол занял. Много места подготовлено. Так, садитесь. Места хватает. Так, девочки. Взвинься маленько дальше. Остальные сюда. Садитесь. Сюда. Пока. Пока. Потом перейдете. Ну ладно, садись. Садись. Мы еще видите, как не устоявшаяся, что комната большая. Тут 81 квадратный метр. Так, что поза глаза хватит. Вот. А дежурец-то никто со мной не будет? Смотрите. Ну ладно. Если надо будет, с этой стороны будут садиться. Если нет, значит, донесут. Сейчас они второй будут. Все. Все. Так, старший у нас здесь Владимир Александрович. Он совершает молитву Крестное Знамение. И все отвечают Аминь. И дальше уже будете вкушать. Давай. Благословляй. Господи Иисус Христе, Сын Божий, помимо нас. Аминь. Во славу Божию. Ешьте до света. Садись. Садись. Сейчас я руки помню. Так, за столом ни одного слова не говорить. На чашка не склоняться. Никита, встань, покажи, как едят. Он меня не знает. Вон, видишь, как он. Он лег в чашку просто. Как же вы, родители детей, не научились, как за столом сидеть? Покажите, как за столом сидеть. Покажи. Вот, видите, как. В левой руке. Так. Володя, это Никита. Посмотрите, вот вам показывают. Посмотри. Смотри сюда, голову поверни. Внимание. В левой руке кусочек. Ложку поставь на кусочек. На кусочек. Не наваливайся на стол. Вот так. Помаленьку цепляй. А ты на груз такой нагрузил. Видишь, все равно ты. Никита. Ну, ты покажи ему, поставь ложку, чтобы он не завалился. Посмотри, какие едят. Налопаешься, если успеешь. Ну, маленько. Покажи ему, он не знает, все равно кланяется. Отодвинь от него чашку. Он не понимает. Подальше чашку отодвинь. Вот отсюда черпай. И на кусочки, чтобы... Переверни кусочек. Там у тебя стекает. Вот это. Сюда она будет лучше впитывать. Чего безразличие такое? Так, это твоя команда. Видишь, как? Это христианский образ. Благоговение к пище. Об этом Василий Великий говорит. Всякая скотина наклоняется к пище, а человек подносит. Вот и все. Больше объяснять еще не надо. Вот посмотри. Один раз. Ешьте. Во славу Божию. На кусочек. Куда наклоняешься? Отодвинь его. Чашку теперь отодвинь от него. Вот отсюда бери. Вот отсюда черпай. Вот так. Все, черпай отсюда и кусочком подноси. Ты ничему не научишься. Ты все научишься поедешь. Так, кусочек посадь рядом сейчас. Ну ты стоишь. Руку протяни, скажи. Держи ее. Ну что ты как парализованный-то? Ничего не надо объяснять. Никита все сказано. Один слов. Ну дай ему в руку. Теперь еще ложку будешь носить ему. Все, спасибо. Через тонну наклонять. Все, спасибо. Видите, самое простое. Подчеркнуть и даже этого не знают. Я уж о большем не говорю. Верующие. Вы тут всему научитесь? Это не в одном месте вас учить не буду. Отодвинь чашку-то. Зачем он потащил ее? Ставь вот так. Бери кусочек. Ставь ложку, поднимай. Ставь на нее. Теперь тащи. Ложку-то дали какая-то маленькая. Еще заложки такие смешные. Ложки должны быть серьезные. Это мужики рабочие. Руки вырастают. Можно я скажу? Дети, второе. Вот так показываем. Кто первый сел, показать вот так. Вот. Все видите? Вот смотрите, как просят. Да повыше тени, чтобы тебя было. Чтобы видно было. Ни одного слова не говорить. Третье, три пальца покажете. Если половина надо, покажи два и пальца. Покажи, как половина делается. Покажи. Смотрите на просе. Он не слышит ничего, что говорят. Толкни его. Улья. Маленько отодвинься от чашки. Смотри, просят показывать. Когда показывают, и гляни маленько-то. Илья, смотрите, второе есть ли половина. Ну, ты еще оставишься. Насу ковыряет и все. Так, отбери у него ложку. Он не понимает уже. Положи ложку. Смотрите, говорят, куда сразу смотри. Вон, смотри, на просе. Он не видит, он как слепой. Покажи, как половину. Половина на два, так покажи. Смотри, на просе. Вот эта девочка называется просе. Чего такое, как отшибленная? Это же вы виноваты, что так детей ничего не научили. Скажи, ты сидишь напротив, локоть ложат. Зачем на стол ложат? Ты слепой. Ты еще не видишь, руководитель. Ты должен научить за один день всему этому. Дальше они только радоваться будут. Все? Поставь вертикально ложку и закрась стола, чтобы головой не заваливается. Ну, видите, как вот Никита смотрит, он глаза хлопает. Глаза большие, а ничего не видит. Ребятишки, послушайте меня внимательно. Мы вот не знаем, кто сколько кушает. Если кто-то мало кушает, смотрите, Илюша, вот так вот первая половинка. Понятно? Половина порции. Ну, а ты должен, если начал есть, то все должен съесть и вылезать в чашку. Да. Если ты не начал есть, ты смотришь, тебе много. Слушай, Илюша, Коля, слушайте. То вы сразу вот так показываете. У вас заберут чашечку и переполонят. Понятно, мальчишки? Вот сразу чашку подтягивать к себе. Не надо чашку тянуть. Ставь на ней ложку. Вот так тащи. На ложку прямо держит. Она у него как-то боком идет. Вот так. Я же вот так. Вот все. О, молодец, Коля, молодец. За пять минут научили, что за пять лет не могли научить. Так, я очень научусь. И главное, домой ребенок и ищет льготы какие-то. Льготы нигде не будет, ни в армии, ни где его задолбят. Он должен вписаться сразу в эту обстановку и другим научить. А ты полу не черпай, у тебя пойдет хорошо. Пол ложки бери. Ну вот, ешьте. Во славу Божию. Кусочек стариком не бери. Он у тебя отломился уже. Ты его таскаешь, он у тебя наполовину. Ну, на том его и ешь. Уже отломился, и все равно переломан, таскает к себе кусочек. Вот так, через руку. Половинку. Так, черпай. Полностью черпай, как следует. Поставь рядом кусочек. Все. Это такое просто. Так всегда ели русские люди. Это форма одна всегда была. Посмотрите фильм «Тихий дон». Они на поле. И 10 человек из одной чашки едят. Из одной. Чтобы у каждого были чашки, такого никогда не было. Вот, если остается что-то молоко, можете через край выпить. Мне чашки не нравятся. У него это край такой губой зацепится. И взрослых всех это касается. Так, с завтрашнего дня, если Господь позволит, я буду готовить зелень. Витамины. Витамины. Что у меня там попадает? И лук, и чеснок. Зеленое первое будет. Локти на стол не ставить. Вот так. Дальше кистей руки не ложить. Так, спроси. Может молочного добавки кому-то дать? Второе добавьте. Кому добавки тоже показывайте. Первого добавки или второго добавки. А если второго не надо вообще? Не надо, значит ничего не показывать. Второго добавки нету. Первого только всегда. Второй добавки нету. Как только поел в конце, чашку вылезал, а так поднял, показал. А почему второго нету добавки? Почему второго нету добавки? Почему нет и все, не объясняем. Зачем я буду объяснять? А они начинают, первый не ест, а второй ты-ка давай. Нет, после первого. После первого наелся первого, второй уже в норме. Ему не надо живот растягивать. Нормально. Тут не объясняется ничего. Зачем объяснять? Объяснили один раз? Вписывайся в эту систему. Вон, первого просит. Возьми дай. Первого добавка, пожалуйста. Там молочное, все. Завтра последний день молочное. Дальше начинается Петров пост. Ну, дальше что у нас? Рыбу купили, у нас все халвы, пряники. Мы пост этот не чувствуем. Смена только диеты. Так, не наклоняйся на стол. Ты показал ему ложку? Вернись назад, Никита. Поставь перед ним ложку вертикально. И скажи за эту грань, чтобы не заходил. Возьми палочку. Что ты сел и не видишь? Вот, покажи ему. Локоть на стол не ставит. Локоть нельзя ложить. Видите, они не бодрственные вы дети-то. Три раза подряд говорю, ему даже нужды нет. Вот в армии их начинают забивать. Оттуда привозят в мешке. А почему? Он не слушает, он не привычен. А наши дети идут в армию. Ни один не попал под дедовщину еще. Ни один. Они послушные? Подсказываем. Вот так. Припевайте. Вот начал чай пить, до конца допить, чтобы еще ничего не оставалось. Садись, ешь, Никита. Ты глядами-то маленько... Смотри на детей, он опять склоняется. Давайте я послежу, пусть не всегда поет. Ну что, дверь не лечится, сейчас ты нас... Все правильно. Коля, слежу за добро. Ну все на этом, я пока.